У нас подъехала новая серия по Хонде Мотокомпо. В общем-то, осталось практически ничего, но опять же, все разбирается планомерно, аккуратненько и так далее. Значит, что мы тут имеем? Имеем мы практически уже голый мотор, который висит на остатках рамы. Снял переднее колесо. Тут, короче, сразу... Ну, сразу мне лень вытаскивать ось. Ну, в общем, понятно, почему тормоза работали так жестко. Засранный барабан. Ну, закисший, в общем-то. Сегодня героически снял вилку. И вот смазка, короче, она похожа на какое-то козье говно. Потому что она зеленая и она реально с какими-то ворсинками. То есть, как будто там что-то типа войлока и так далее. Я не удивлюсь в целом такому раскладу событий. Потому что, например, на Хонда на кулаках использует вместо сальника до сих пор войлочное колечко. Поэтому, в целом, я не удивлюсь. В общем, суть того, что вы видите в том, что очень-очень скоро, наверное, раму уже отправится в пескострунник. Короче, на самом деле, чтобы снять раму, мне осталось отвернуть, наверное, что... Раз винт, два винт. А, и всё, и рамы снята. А, и выбить обоймы этой подшипников рулевой колонки. Здесь они как на велосипеде. То есть, такие вот жиренькие обоймы хромированные, которые просто выбиваются. Я думаю, на горячую я их вообще без каких-либо проблем выбью. Что касательно вилки, то тут у меня возникает ряд вопросов. Потому что, ну, понятно, что вилка здесь простейшая, но есть интересная интересность. Вот так вот выглядит одно перо, а вот так вот выглядит второе перо. Называется, найди 10 отличий. Во-первых, здесь у нас есть проставочка, есть маленькая пружинка. Здесь этого нету. Зато есть здесь смазка. Далее здесь сверху есть пружина, в которой такая резиновая проставочка. На втором пере этого нету, в принципе. И тут возникает вопрос. Это кто-то особо умный вытащил это или так задумано с завода? Дело в том, что на Мегазепе схем этого мопеда нету. Ну, попробуем найти это через Impleg Japan. Может быть, что-то удастся. А так, в принципе, ничего больше интересного нету. Подшипники здесь насыпные, шариковые. Ну, вот опять это ворсовая хренота тут насыпано. Не знаю, что, как и почему. Но, тем не менее, вот такие вещи имеют место быть. Далее у нас здесь по крепежу. Ну, опять же, практически все готово. Вот у нас все тут в пакетиках упаковано. Вот так, кстати, стал выглядеть сигнал красивенько после ультразвука. То есть, ну, поотбивалась большая часть грязи. И вообще, в принципе, наверное, ну, если не касаться мотора, а именно касаться всей новесухи, то процентов 90, наверное, всего крепежа уже, можно сказать, подготовлено. Дальше. Дальше у нас вот такая вот кучка запчастей. То есть, это все оригинальное, новое. Собиралось по всему миру. Потому что тут что-то из Венгрии, что-то из Австрии, что-то с eBay и еще из неизвестных стран. Потому что, ну, запчасти, грубо говоря, ты знаешь ВИН-номер, вбиваешь ВИН-номер, и вот где нашел, там ты и молодец. Потому что больше там изряд Мегазип и так далее, это найти нереально практически ничего. То есть, даже детали на мотор подбирались абсолютно по другой модели, где стоял точно такой же мотор. Так как других вариантов найти какие-либо детали нет. Ну и так, что у нас по деталям? У нас новые резины с камерами. У нас новая приводная цепь. Дальше вот здесь у нас новая цепь кикстартера, по-моему, да. Здесь как-то так все сделано. Новые резинки, новые сальники на двигатель практически. Все новые ручка газа, грипса, новые колодки, свеча. По мотору у нас идут новые, новые вот они, коренные подшипники. Новые прокладки, всякие шайбочки, подшипнички и так далее. То есть, все прокладки, игольчатый подшипник, палец поршневой. Далее у нас поршневые кольца я заказал так же, чтобы, ну, раз мы разбираем мотор и весь его будем красить, то, соответственно, разбираем мы его в ноль, так почему бы сразу не провести ревизию и не поменять все и вся. Далее у нас есть ремкомплект на карбюратор. Какие-то еще тут кольца есть, я даже уже не помню, что. Что немаловажно, ну, новые рычаги, понятно, сцепление тормоза. Самое главное, что есть абсолютно все тросы. То есть, у нас два троса тормоза, два троса газа. Все это оригинал, соответственно, все будет работать плавненько. И никакого геморроя с тем, чтобы пытаться воскресить старые тросы, не будет. Также каким-то чудом найден, ну, хотя, наверное, не чудом, видимо, какая-то фан-системка этого всего существует. В общем, полный комплект наклеек, даже с наклеечкой, где есть маркировка по всем лампочкам и так далее. Нет только наклеек, которые идут у нас на раме. Сейчас бы показал, ну, вот, типа вот такой наклейки. Ну, тут уже ничего не попишешь, такого в производстве нету и в комплекте таких наклеек, к сожалению, нету. А так, то есть, все внешние, на щиток, на кран, там, задние наклейки, то есть, все-все-все абсолютно есть. Также есть прокладка на крышку, ну, хотел сказать вариатора, но тут нет вариатора. Здесь у нас кулачковое сцепление, ну, короче, центробежная система, то есть, все это есть. Далее прокладка этого самого картера, ну, между двух половинок, который идет. Прокладка под выхлоп также найдена. Где-то здесь еще лежат новые шпильки на выхлоп. Наверное, вот они, да, новые шпилечки. И прочая-прочая мелочевка, без которой жить было бы намного грустнее, чем хотелось бы. То есть, в плане каких-то расходников здесь будет поменено по возможности все на новое. Еще едут какие-то детали. Не помню какие, но какие-то определенно едут. По-моему, не удалось найти, или, может быть, еще идут, это сайлент-блоки. Но они тут вообще под вопросом. На схеме показаны сайлент-блоки, но почему-то оно больше похоже на подшипник. Но в любом случае, они в металлические обойме, и в любом случае их из картера можно выпрессовать при большом желании. А желание есть, соответственно, проблем с этим никаких не будет. Что еще? А, по пластику. По пластику, собственно, подготовлено уже все. То есть, ну вот из новых каких-то деталей, которые я подготавливал, это вот этот задний подкрылок а-ля аккумуляторный ящик. В нем сохранить даже удалось все вот эти оригинальные наклеечки с остановкой аккумулятора и так далее. Далее у нас задний фонарь. Ну, он крыло-фонарь, то есть вот эта вот штука, как оказалось, это единое целое. То есть, грубо говоря, фонарь у нас не является отдельной частью, которую устанавливают. То есть, крыло-фонарь это единое целое, к которому просто приворачивается стекло. Еще тут у нас восстановлен, ну, приведен в божеский вид воздушный фильтр. Не помню, говорил, нет, но в нем заменен фильтрующий элемент на новый. Также у нас вот так вот теперь красивенько выглядят фары. То есть, все это тоже сполирнулось там всякими подкрашивающими полиролями. Вот, и выглядит все это, конечно, красиво, богато и так далее. Ну, и переднее крыло тут тоже не замысловато. В общем, все это отмылось. Какие-то большие царапины я прогрел строительным феном. И теперь все эти детали полностью готовы к установке. То есть, вот это вот все добро можно теперь убирать и ждать, когда придет его час. Что касательно покраски, то покраску я хочу отдать все это единым разом, чтобы потом не ждать по 300 лет. Ну, как единым разом. То есть, мне сейчас надо первонаперво, наверное, разобраться с тормозным барабаном. Весь его разобрать, заткнуть, вытащить из него все, чтобы он был готов к покраске. И крышку мотора. С той стороны крышку мотора я снял. Это то, что будет пескоструиться и краситься порошком. А что касательно мотора, это все будет другой цвет, другая вообще вся ерунда. И, наверное, все это будет отдельно закидываться. Слава богу, что устаканилась цветовая гамма. То есть, он будет, в принципе-то, в темных оттенках, но будут сделаны яркие акценты, которые хоть как-то разбавят всю эту атмосферку какой-то тленности. Потому что, ну, слишком скучно все это выглядело в стоке, когда все вот это черное на черном, черным покрывает. Но, слава богу, владелец одумался и согласился на то, что будут какие-то яркие акценты. Это не может не радовать. Что тут у нас еще? А, ну, почему, в принципе, все это долго? Потому что, например, крышку отдать в покраску, это не просто отдать крышку. Это надо купить фанеру, на которую будут привернуты все вот эти детали, чтобы внутрь минимальное количество песка попадало. Дальше закрывать все резьбы, отверстия, подсальник и так далее. То есть, все это не должно быть от песка струйной и покрашено. Все равно там какая-то доля этого все будет, но просто в открытую отдавать это, ну, это кощунство и ничто иначе, потому что всему этому придет очень быстрый кирдык. Вот. Ну, соответственно, сейчас я подготовлю вилку, доразберу ее, чтобы ее можно было отдавать уже в покраску в последующем, потому что, ну, со смазкой все это отдавать покраску тоже неуважение к людям, которые будут все это обрабатывать. Плюс мне надо, опять же, закрыть посадочные места, закрыть шток и так далее. В общем-то, вот такие вот грандиозные у нас тут планы. Ну, на самом деле, не очень грандиозные, но определенные движения есть, по крайней мере, все это разбирается, движется, и это не может не радовать. Так что, наверное, скоро будут первые партии покрасочного плана. Вот. И будем двигаться дальше. И, в принципе, наверное, все это будет очень долго лежать, даже покрашенное, потому что, я думаю, с мотором я провожусь очень долго, банально из-за того, что вот надо, опять же говорю, из фанеры все это вырезать, привкручивать и так далее. То есть, вот поршневую даже с головкой, это надо от пескоструить и покрасить. А как это сделать? Это надо, ну, все это затыкать, чтобы не за пескоструилась поршневая, чтобы не побило хон и так далее. То есть, все это вроде бы, да что там покрасить, а на самом деле все это отнимает такое количество времени и сил, что, ну, просто несоизмеримо. Но, тем не менее, все это будет делаться, и будет делаться хорошо и не спеша, но я думаю, что к Новому году он, вероятнее всего, будет готов. Ну, и, кстати, вот пока он был в пластике, казалось, что все в неплохом состоянии, но по факту, вот, ну, как ожидаем, какая-то коррозия у нас есть, и есть она в таком достаточном количестве. Ну, это, наверное, все, что я хотел сказать в этой серии этого удивительного кинца. Да, в принципе, как-то все не получается растягивать. Наверное, серии будет не так много, а может быть и много, но явно меньше, чем с той же Ланзой было. А, да, это мопед одного владельца, то есть, соответственно, одного ему было мало, и, как я понимаю, наверное, уровень той работы, которая была проделана, удовлетворил требования. Соответственно, ровно поэтому второй мопед ко мне и приехал. Вот. В общем, на этом мы завершаем эту серию, и когда-то, никогда будет новая. А пока на этом все.